До масштабных выборов президента нашей страны остается всего два месяца. Подготовка идет полным ходом. Дело дошло до обучения общественных наблюдателей. Эти люди выполняют важную задачу на избирательном участке. Они следят за чистотой выборов и выявляют возможные нарушения. В этом году президентские выборы будут проходить в течение трех дней, начиная с 15 марта по 17. У нас есть большое количество людей, которые из года в год участвуют в такой большой и важной работе, которые ведут общественные наблюдения. Мы пригласили всех активных граждан, кто пожелал принять участие в общественном наблюдении на выборах президента. На сегодня в списках кандидатов в общественные наблюдатели почти 1400 человек. Стать общественным наблюдателем может почти любой гражданин России старше 18 лет. Исключение составляют депутаты, глава района, руководители муниципальных, местных администраций и те, кто находится в их непосредственном подчинении. А также судьи, прокуроры и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. У меня активная гражданская позиция. Вообще гражданское общество у нас, что радует, оно принимает все более и более активное участие и в выборах в том числе. И мне не безразлична судьба нашего государства. Мне важно, кто будет нашим президентом. Важно соблюдать все механизмы правильности выборов, все механизмы открытости. Поэтому хочу принимать непосредственное участие и помогать в процедуре проведения выборов. Чтобы стать наблюдателем, необходимо пройти обязательное обучение и тестирование. Если кандидат успешно справился с поставленными задачами, общественная палата выдает направление на избирательный участок. Во время семинара особое внимание уделяют поведению во время нарушений и внештатных ситуаций, а также рассказывают общие правила. Вообще нарушения, конечно, бывают двух видов. Это те, которые могут повлиять на ход и итоги голосования, и те, которые не могут повлиять. Так называемые процедурные. К счастью, именно с процедурными, такими, скажем так, незначительными, именно и сталкиваются наблюдатели на своих участках избирательных. Мы, естественно, рассказываем, как правильно действовать. На самом деле их большое количество процедурных нарушений. Обязательно наблюдатель должен, естественно, об этом проинформировать председателя участковой избирательной комиссии, штаб, и зафиксировать это нарушение, если оно есть. И, соответственно, уже председатели, как правило, избирательной комиссии участковой всегда их устраняют. Напомним, что общественные наблюдатели впервые появились на выборах президента России в 2018 году. С тех пор ни одни выборы и референдумы не обходятся без них. Они, наряду с партийными наблюдателями, осуществляют контроль дни голосований.